МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам врачей, избежать болезней и тяжких последствий помогут прививки. Вакцинация в городе уже стартовала. Эту прививку, которую мы получили, мы получили около 4 тысяч, это немного на эту половину города. Поэтому пациенты, которые заинтересованы в своем здоровье, им желательно бы это сделать. Побочных эффектов у нее никаких нет. Бывает, за редким исключением, какие-то местные реакции. И в принципе все. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Проходите, присаживайтесь. Четыре года в должности терапевта для Екатерины Марковой пролетели как один день к пациентам. Индивидуальный подход. Болит голова, скачет давление, сердце неровно стучит, это к ней. Легкий послушай, давление измерит, диагноз поставит, советы и рекомендации озвучит. Что надо делать? Во-первых, мы дадим вам дневничок по давлению. Вы должны будете его контролировать. Утром давление, вечером. Итак, каждый день десятки пациентов, сотни анализов, направления на обследование. За время работы не раз убедилась лечить ее призвание. О медицине доктор Маркова может разговаривать часами, как и рассуждать о том, какой должна быть ее будущая квартира. Уютная, небольшая, но своя. Участвовать в программе соципотеки решила не раздумывая. Сейчас исследует рынок жилья. Я смотрела варианты, но пока еще не определилась. Я решила пока не спешить с этим. Как только будет получен жилищный сертификат, там уже я буду смотреть более внимательно. Сертификат на получение социальной ипотеки у Екатерины Марковой уже на руках. Торжественная церемония прошла в правительстве области. Вместе с доктором из Реутова документы на получение жилищной субсидии получили еще несколько десятков участковых терапевтов и педиатров Подмосковья. У нас задача была привлечь врачей из других регионов и, соответственно, сохранить наших на территории области. Поэтому мы работали по двум направлениям. И с теми, кто уже работает, и с теми, кого мы готовы пригласить. И на сегодняшний день я считаю, что у нас большой успех. Условия программы социальной ипотеки довольно просты. Возраст не больше 45 лет, стаж работы не меньше 4-х и отсутствие собственных квадратных метров. Область оплачивает всю стоимость квартиры, а специалист лишь гасит проценты по кредиту, но при этом обязуется отработать в городе минимум 10 лет. Кроме медиков, воспользоваться льготными условиями при покупке жилья смогут учителя и научные сотрудники. Выделение квад для трудоустройства выпускников вузов необходимо закрепить на законодательном уровне. Об этом заявил председатель областной думы Игорь Брынсалов на круглом столе, который прошел в молодежном центре. Говорили о рабочих местах для молодых специалистов. Спикер Мособлдумы отметил, в Подмосковье у выпускников после окончания учебных заведений сейчас появилось больше возможностей найти работу. Сегодня мы видим уже в течение двух лет значительное увеличение ребят, которые окончили технические вузы, которые сегодня имеют возможность и трудоустраиваются. Если в 2014 году только 30% выпускников попадали на предприятия нашего региона, то сегодня этот процент увеличен в два раза. То есть 60% ребят сегодня трудоустраиваются. Участники встречи отметили, что в области действуют программы по трудоустройству молодых людей. Одна из них – работа молодым – действует в Реутове уже 4 месяца. Задача – помочь найти работу не только выпускникам вузов, но и школьникам. 120 человек уже получили такую возможность. Благодаря летней подростковой бирже труда учащиеся городских школ приобрели первые навыки и получили стаж работы. Сейчас есть предложение трудоустраивать подростков и в течение учебного года, например, в физкультурно-здоровительном комплексе на Южной стороне. Мы три месяца проработали с ребятами, и у нас остались только положительные впечатления от работы, от совместного взаимодействия, и мы довольны, и служба главного инженера довольна, и мы видели, что ребята довольны. Им нравится то, что они делают. Добавлю, в работе круглого стола приняли участие глава города Сергей Юров, представители предприятий Реутова, а также преподаватели школ и руководители молодежных организаций. На территории Троицкого храма установили первый «Экобокс». Он предназначен для сбора батареек, энергосберегающих ламп и ртутных термометров. Контейнер имеет защиту от вандалов, а также полностью безопасен. Внутрь ящика залит специальный раствор, который нейтрализует опасные вещества на случай, если лампа или градусник разобьются, когда их опускают в контейнер. Каждый контейнер в месяц уже статистик. Они собирают 350 где-то ламп и 7-10 килограмм батареек в месяц. Вот представьте, какие объемы они собирают. Когда уже жители все в курсе. Это первый подобный «Экобокс» в Реутове. Авторы проекта планируют установить оранжевые контейнеры по всему городу. В Подмосковье уже появилось более 2000 приемников для опасных отходов. Четкие команды тренера и дисциплина на тренировке. Юные футболисты выполняют как индивидуальные, так и коллективные упражнения. На поле команда 14-летних футболистов. Второй круг уже начался, и надо быть во всеоружии. Подготовительные сборы в Болгарии показали, что у риутовчан сильный потенциал. Ведь на берегу Черного моря наши земляки не оставили шансов чемпиону страны Черноморцу из Бургаза. Провели мы с ними сложный матч, выиграли 4-1. Я отдал две голевых передачи. Еще сборы запомнились сложными тренировками два раза в день. На сборах наши ребята провели несколько матчей и во всех одержали уверенные победы. Наставники говорят, что результат в принципе был не главным. Основной акцент на техническую подготовку. Больше, конечно, ориентированы на техническую оснащенность. Поднимаем, повышаем технику. Это контроль мяча, повышение уровня мастерства. Именно в этом аспекте, чтобы больше работали с мячом мальчишки. Естественно, не забывая о функциональной подготовке. Паш, движение добавляем. Паш, после паса не стоим. А это уже тренируется команда юных футболистов 2005 года рождения. Недавно ребята вернулись со сборов из Ясентуков. Риутовчане разгромили местный клуб со счетом 8-1. И были нагло усильнее чемпиона Ставропольского края, коллектива из Минеральных вод. Лучшим бомбардиром стал нападающий Никита Гаврилин. Забил 9 мячей в двух матчах. В первый был сложный, а второй легкий. А в чем была сложность? Еще сильный соперник или как? Нет, просто они бегали кучей, нам было поэтому сложно. В прошлом сезоне ребята стали чемпионами. В этом также хотят повторить свой успех. Старший тренер детско-юношеской спортивной школы Максим Зюзин уверен, что и в целом по всем возрастам приолиту под силу самые высокие цели. Хотелось бы в тройку попасть. В этом году есть такая возможность. Неплохо выступили в первой части чемпионата. И сейчас есть для этого шансы. А конкретно годом первое место. Стараемся не опускаться. Постараться придется сильно. Ведь соперники у литовчан грозные. Юные футболисты из Химок и двух столичных школ. Буревестник и Смена. У многих команд второй круг первенства уже начался. Ребята 2005 года играют в субботу. Юные футболисты обещают в день рождения города одержать победу. В парке «Фабричный пруд» прошла открытая тренировка по боксу и кикбоксингу. Ее провел мастер спорта Дмитрий Бондар. Он ведет секцию для учеников в четвертой школе. Занятия на открытом воздухе проходят каждое воскресенье для всех желающих, в том числе и взрослых. Здесь можно получить консультацию инструктора и попробовать свои силы в новых видах спорта. По прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю будет холодно и пасмурно. Сегодня дождение ожидается, но со среды и до субботы снова начнет заливать и временами, как из ведра. При этом порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а максимальная температура воздуха в городе – плюс 16-18 градусов.